В совместном управлении транспорта были внесены изменения в положение по оплате труда, в которых включаются ключевые показатели эффективности, КПА. Это то есть качество выполнения рейса, количество... То есть чем лучше теперь работает водитель, тем больше получает, да? Все как нам поручал Николай Викторович. А по зарплате? Выросла зарплата? В зарплате выросла. Средний зарплатный плат около 40 тысяч рублей, но и больше. Исполняющий обязанности руководителя управления Рязанского троллейбуса Андрей Суханов все новые цифры окладов знает на зубок. Главе администрации Елене Сорокиной он сходу выдает как по табле зарплаты водителей, слесарей, кондукторов. Компания получила очередные 85 автобусов из Москвы. Понятное дело, резко возросла потребность в увеличении штата. Требуются водители автобусов, слесаря по обслуживанию подвижного состава, кондукторы и водители троллейбусов. Набираются новые группы по обучению водителей троллейбусов со стипендией, с дополнительным заработком. Зарплата водителей автобусов в среднем составляет 40-50 тысяч рублей. Слесарей по ремонту подвижного состава 30-35 и выше, в зависимости от квалификации и стажа кондукторов 21-22 тысячи рублей. Будем готовы и рады всех видеть на нашем предприятии. Гарантируем своевременный вырубок заработной платы и все соцгарантии. Пока что технические возможности всех этих ЛИАЗов специалистам УРТ еще предстоит оценить. Но первая партия на усиление уже готова. Готовы для нее и маршруты. Данные автобусы проходят сейчас техническое обслуживание и сезонное обслуживание. Готовим к выходу на линию. Первая партия автобусов в количестве 15 единиц мы планируем запустить до 1 ноября этого года. Это будет в первую очередь маршрут номер 16. И часть автобусов пойдут на новый маршрут, который мы озвучивали, давали на обсуждение, размещали в интернете. Это маршрут, мехзавод, телезавод. Изменения в УРТ уже заметны невооруженным глазом. Компания готова стать главным перевозчиком Рязани. Для этого нужны люди. Вот эти пока еще зеленые и необъезженные автобусы уже ждут своих водителей на стоянке УРТ. Вакансии по-прежнему открыты. Максим Васильев, телекомпания «Город».